Чествовать долгожителей в Белгороде стало доброй традицией. В настоящее время в областном центре проживают 1168 человек, перешагнувших 90-летний рубеж. Накануне юбилея отметил ветеран Великой Отечественной войны Николай Тимофеевич Павленко. О жизненном пути юбиляра в репортаже Татьяны Красиковой. Пожелать вам хотим прежде всего крепкого здоровья. С лица Николая Тимофеевича не исчезает улыбка. Дом полон гостей. Поздравить с 90-летним юбилеем ветерана пришли активисты 14 округа, коллеги по совету ветеранов. А учащиеся православной гимназии подготовили для юбиляра небольшой концерт. Не надо кланяться, свистет все пули над тобой. Везде пройдет, но не расстанется своей очищенной трубой. Николай Тимофеевич Павленко родом из Харьковской области на фронт. Он попал в 44-м году. Примерил на себя разные военные специальности. Служил в бронетанковом полку, кавалерии. Затем попал в СМЕРШ. В Польше в 45-м проходило заниматься и разминированием. А после победы Павленко еще долго был связан с вооруженными силами. Служил в наземной авиации. Демобилизовался только в 50-х. Служил долго, но честно, как положено. Освоил все профессии. Офицеров недостаточно было. Армию надо было держать. Судьба привела Николая Тимофеевича на работу в органы прокуратуры. По распределению попал в Белград. Это было начало 60-х. Здесь он проработал почти 30 лет. В областной прокуратуре занимался кадрами. Честный, принципиальный, исключительный профессионал. Так говорят о Николай Тимофеевиче все, кто его знает. Для нынешнего поколения у ветерана есть особые слова на путстве. Честно служить Родине. Мы нашей страной можем гордиться. Выдержала такую из нищей страны, можно сказать, но великой страны. Первая стала. Сейчас Павленко на заслуженном отдыхе прокурорскую династию продолжил внук Александр. Всего же у Николая Тимофеевича четверо внуков и пятеро правнуков. Главный смысл, опыт общения с этими людьми, это то, что они помнят. Они живые свидетели истории. Они ничего не сочиняют. Они там жили. И они для нас несут эти воспоминания. Вот это, мне кажется, для всего нашего округа. Это самое ценное. Чистовать долгожителей в городе стало доброй традицией. Сейчас в областном центре проживает 1168 человек, перешагнувших 90-летний рубеж.